Увеличение налоговых платежей, наращивание объёмов производства и планы по модернизации. Журналистам рассказали, как Молдавская ГРЭС работала в прошлом году. Подробности у Александра Лагутина. Здесь работает только три энергоблока из 12. Станция запущена всего на 16% от мощности. При этом ГРЭС на втором месте в нашей республике по уплате налогов в бюджеты всех уровней. В прошлом году, несмотря на сокращение выработки электроэнергии на 20% из-за перерыва в поставках в апреле-майе, МГРЭС перечислила налогов больше, чем на 190 миллионов рублей. Непосредственно сама выработка электроэнергии производится на энергоблоке. А дальше уже передача этой электроэнергии, выработанной на энергоблоке, как раз производится через центральный щит, который связывает дальше уже с внешним миром. У нас контракты на сегодняшний день – это обеспечение Приднестровской Молдавской Республики и Молдовы. Начиная с июня прошлого года объемы производства электроэнергии нарастили. Большую часть отправили в Молдову. А вот возможности заключения экспортных контрактов с другими странами, например, Болгарией, пока ограничены, говорит генеральный директор. Для того, чтобы попасть на болгарский рынок, нужно иметь соглашение о транзите по сетям либо Румынии, либо Украины. При этом возможности транзита через румынские сети ограничены, а точнее, можно сказать, отсутствуют, потому что энергосистемы Украины, Молдовы и Приднестровской Молдавской Республики не работают в синхронном режиме с энергосистемой Европы. Молдавская ГРЭС принадлежит российской энергетической компании «Интерау». На данный момент она вложила в электростанцию более 250 миллионов долларов. В планах развития продолжить. По поводу планов модернизации, на станции есть эти планы, они пятилетние, эти планы исполняются, и акционер вкладывает достаточно средств для того, чтобы обеспечить и конкурентноспособность, и надежность работы оборудования станции. Сейчас здесь работает около двух с половиной тысяч человек. На предприятии нуждаются еще в 70 специалистах. Пока их подбирают, ГРЭС продолжает поставлять электроэнергию в нашу страну и в соседнюю Молдову.